Комсомольская правда Казанского федерального университета Профессор Ильшат Равкатович Гафуров Здравствуйте Ильшат Равкатович Добрый день Ну а также в этой студии Редактор отдела образования и науки Газеты Комсомольской правда Александр Милкус Добрый день И я Елена Афонина Ну Ильшат Равкатович Начать мне хотелось бы вот с чего Казанский федеральный университет Статус федерального университета Накладывает ли какие-то обязанности И что дает этот статус Вы знаете конечно же Обязанности есть И мы в первую очередь должны отвечать Тем вызовам которые появляются На территории округа Где мы находимся Казань находится на территории Приволжского федерального округа И конечно же мы должны обеспечить Предприятия которые находятся На территории этого округа Высококлассными специалистами Более того мы должны отвечать На те вызовы которые появляются У предприятий по выводу их На определенную конкурентноспособность Этим делом мы и занимаемся Есть ряд федеральных университетов Которые решают в том числе Геополитические задачи нашей страны Особенно те федеральные университеты А как вы знаете их всего пока 9 Которые располагаются вдоль границ нашей страны Насколько важно Вот то что университет федерального значения Вы знаете дело в том что Во первых у нас Поменялась структура Казанский федеральный университет Был основан на имущественном комплексе Пяти ранее независимо работавших Вузов Центровые места конечно занят Казанский государственный университет У нас отдельная программа развития Эта программа развития утверждается Председателем правительства нашей страны И она в общем-то очень скорректирована С программой развития Со стратегией Привозского федерального округа Там выделены приоритеты И эта программа она финансируется С федерального бюджета Как программа развития То есть у нас есть текущее финансирование университета И есть программа развития нашего университета У нас уже есть телефонный звонок Поэтому давайте мы выслушаем вопрос И затем продолжим Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте Здравствуйте Я звоню Зелендолска У меня внучка учится Зелендолском филиале Сейчас филиал закрывается Они пишут заявление КФУ Меня интересует Платные основы Сохранится ли стоимость обучения Которые у нас было в Зелендолске Или будет казанской оплатой Вопрос, конечно, очень актуальный На сегодняшний день Дело в том, что Принята стратегия Вообще по повышению качества системы образования Поскольку в головном университете И в филиалах выдается один и тот же диплом И он дает возможности одинаково трудоустраиваться Зелендол находится буквально в 40 километрах от Казани Поэтому было принято решение Ученым советом нашего университета О закрытии ряда филиалов И все эти студенты будут переведены На те места Если они учились по бюджетным местам На бюджетные места Значит, если они учились на платной основе То, конечно же, поскольку обязательства возникли И тогда, когда они обучались в Зеленом Доле Они будут сохранены То есть, если напрямую отвечать То стоимость будет точно такая же Какую они платили, обучаясь в Зеленодольске Более того, я должен сказать Что мы готовы И мы об этом договорились И со студентами, и с преподавателями Что мы будем покрывать транспортные расходы Если студенты будут жить в Зеленодольске И каждый день ездить Какие перспективы у абитуриентов этого года есть? Какие у вас новые направления подготовки? Будет ли высоким, по вашим оценкам, проходной балл ЕГЭ? То есть, в принципе, я знаю, что многие хотели бы поступать В Казанский федеральный университет Вы знаете, я начну с последнего Вот всех волнует, особенно родители, абитуриентов Какой будет проходной балл по единому госэкзамену? Этот параметр, он формируется по результатам сдачи В целом по нашей стране На сегодняшний день еще в полном объеме результатов нет Дело в том, что в прошлом году он у нас был достаточно высокий Проходной балл также зависит от бюджетных мест В этом году у нас по университету более 4 тысяч бюджетных только мест Обычно такая же примерно цифра еще платных мест мы выделяем То есть примерно прием около 8-8,5 тысяч человек Будет поступать на первый курс в этом году Значит, если сказать, какие же новые специальности То они в основном определяются теми приоритетами Которые выбрал Казанский университет для себя Мы буквально полтора-два года назад вернули в Луновый университет И создали новый институт фундаментальной медицины и биологии И мы будем готовить медиков-исследователей С правом работы, конечно же, и в практической медицине Мы создали новый институт, полностью его оснастили И сегодня это по оснащенности и по словам министра здравоохранения Российской Федерации Один из лучших оснащенных факультетов или институтов Которые имеются на территории Российской Федерации Там и подготовка лечащих врачей, там и биотехнологии Дело в том, что этот институт мы создали на базе биофака Поэтому сам факт создания его на базе биофака уже о многом говорит И мы буквально на днях открыли симуляционный центр На базе данного подразделения нашего университета Но он один из лучших Сегодня много говорят об импортзамещении И там же разместился инжиниринговый центр Который создает эти симуляторы для медицинских работников Там же мы создали геномные протеомные центры Причем многие центры создаются вместе с нашими партнерами С институтов РАН и с нашими партнерами из зарубежных университетов Есть такой замечательный грант 220-й О привлечении выдающихся ученых на нашу территорию Вот в этом институте как раз был создан центр по изучению развивающегося мозга Значит нашим партнерам профессором Хазиповым И пожалуйста следующий вопрос Вы в эфире здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста как вас зовут Меня зовут Анатолий Ильич Я 40 лет работаю в университете Профессор Появились рейтинги оценки вузов Кстати их очень много И международные, и зарубежные И рейтинги Министерства образования и науки Российской Федерации Показателей очень много Но они на мой взгляд не всегда отражают истинное положение вещей в университетах Что думает господин ректор вот в этом вопрос Спасибо Анатолий Ильич Мы поняли Причем давайте вопросы пошире возьмем Как рейтинги внутренние так и международные Я думаю что это тоже очень важно На самом деле я хочу уточнить Рейтингов Министерства образования нет Есть данные мониторингов Министерства не рейтингуют вузы Пожалуйста Вы знаете действительно рейтингов достаточно много И об этом всегда говорят и обсуждают в том числе и на уровне различных ведомств Советов ректоров И достаточно часто этот вопрос поднимается и на уровне Совета ректоров Российской Федерации Действительно Рейтинги ведь создавались под какие-то задачи Мы сегодня придерживаемся рейтинга КУЭС И вот по странам БРИКС Кстати мы поднялись на 10 позиций Буквально на днях Я кстати хотел вас поздравить Мы были 79 по итогам прошлого года В этом году 69 И в принципе иногда международные рейтинги Когда сравнивают университеты Они сравнивают совершенно разные модели университетов Ведь западная модель и российская модель Она все равно чуть-чуть другая Но тем не менее они показывают движение университета Они дают возможность особенно абитуриентам, их родителям Выбирать университеты, которые им нравятся И они на это в принципе ориентированы Если говорить о наших внутренних рейтингах То есть рейтинг национальных Наш рейтинг Мы там тоже поднялись В прошлом году были 18-е В этом году 11-е Если говорить о мониторинге Министерства образования Российской Федерации То она тоже в основном построена таким образом Чтобы показать эффективность Там несколько параметров взятые В том числе научная работа оценивается И по тому, как университеты зарабатывают на науке Это говорит о востребованности Можно по-разному относиться Но тем не менее, зерно везде есть По поводу приемной кампании этого года Какие есть шансы у иногородних студентов? Все ли будут обеспечены общежитием? Вот какая у вас здесь ситуация? А можно сразу скажу и иностранных? Вы знаете, шансы у всех одинаковые Поскольку на сегодняшний день Главный критерий это результаты единого государственного экзамена И все человек может отследить на компьютере Более того, даже для того, чтобы подать заявление С желанием поступить в наш ВОЗ Не нужно приезжать Нужно все это делать в электронной версии На сайте нашего Казанского федерального университета Весь порядок и регламент он описан Я не буду занимать времени Единственное, хочу сказать, что мы относимся Наверное, к числу немногих университетов нашей страны Которые практически на сегодняшний день На 100% обеспечивают иногородних студентов В том числе иностранных студентов Достаточно хорошими, комфортными условиями для проживания Но здесь заслуга, конечно, руководства нашей страны Которая приняла решение вместе с руководством республики Передать нам так называемую деревню универсиады То есть все, что было построено под проведение студентской олимпиады Было передано нашему федеральному университету Если говорить о жилье и академии спорт Вот мы сразу получили 180 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья Поэтому с этим проблемой у нас все решено Там шикарные здания и шикарные условия Более того, там есть кухни, ванны, душевые Люди живут по 2-3 человека в этих У нас еще есть и старые наши общежития Но в 2013 году стоимость месячная была в 180 рублей Когда особенно иностранные наши гости узнают стоимость И переводят на свою валюту Они говорят, этого быть не может Перед эфиром вы очень интересно рассказывали о специальных грантах для молодых ученых Для аспирантов Вы знаете, прежде всего я хочу сказать Что мы же участвуем еще и во второй программе Программе глобальной конкурентной способности Эта программа тоже утверждается Международным научным советом И реализуя его, мы стали понимать, что ресурсов никогда не хватает Сколько бы денег не давали, их не хватает для того, чтобы реально конкурировать в мире И поэтому мы выбрали 4 направления, которые обозначили как приоритетные для себя Прежде всего это нефтегазовые технологии Это фундаментальная медицина и фармацевтика Это IT-технологии И это технологии, связанные с созданием новых материалов Значит, вот по этим направлениям мы объявили в этом году впервые за всю историю существования нашего вуза Это 200 грантов для поступающих в аспирантуру по этим направлениям Конечно же, квоты определенные, примерно 50 грантов дополнительно Мы объявили и для гуманитарных наук, но которые работают на, скажем так, в связке с этими направлениями Значит, грант позволяет оплачивать обучение, проживание и получать стипендию Более того, наши аспиранты буквально с первого курса получают возможность еще подрабатывать Но подрабатывать не на стороне, как это делали мы, когда были студентами и аспирантами А работать внутри университета по своим темам исследований Поскольку каждое приоритетное направление достаточно хорошо сегодня обеспечено грантовой поддержкой Вы сумму назовите? Там же сумма От 200 до 300 тысяч рублей в год У нас следующий звонок, пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Алло Да-да-да, мы слушаем вас Алло, здравствуйте Здравствуйте Яси Дариса Нагиловна, Мостин инвалид детства Он заканчивает 11 класс Хочет поступить в Казанский федеральный университет в городе Набережных Челны Мы обращались в заместителей по учебной части КФО города Казани приемной комиссии Но они сказали, что на юридическом отделении Набережных Челнынского филиала КФО бюджетные места не выделены Можно учиться бесплатно в КФО города Казани, так как в Казани есть бюджетные места Вопрос вот, почему в Набережных Челнынский филиал КФО на юридическом отделении не выделялись бюджетные места, хотя бы для инвалидов Он издал ЕГЭ как все дети и будет поступать на общих основаниях Он сын 7 класса готовился этому, участвовал в олимпиадах, конкурсах по истории общества Спасибо огромное, вы не переживайте, пожалуйста, сейчас Ильша Травкатович ответит на ваши вопросы Да, я вначале в целом хочу сказать, что контрольные цифры приема, они на сегодняшний день тоже Не распределяются, как там в советское время или вот несколько лет назад Мы их выиграем на основании конкурса, да, то есть министерство объявляет конкурс на бюджетные места И количество этих бюджетных мест, оно ограничено Наверное, действительно, в ряде филиалов, исходя из вот качества, которые есть иногда в филиалах Наверное, сконцентрировали в головном вузе Но для инвалидов мы, я думаю, сделаем исключение Они получат возможность обучаться там, где они живут По той простой причине, что они должны находиться либо в семье, либо кто-то за ними должен ухаживать Вот нашей слушательнице что надо сделать? Написать заявление на ваше имя? Да, я думаю, ей надо написать заявление на мое имя Тем более, если молодой человек сдавал на общих основаниях Более того, я должен сказать, что для инвалидов действует другой совершенно порядок Еще один вопрос, который касается будущего студентов Мы понимаем, что немаловажную роль в том, насколько вуз котируется среди абитуриентов Является и то, каким образом потом ребята могут трудоустроиться Вот есть ли какие-то особые программы? Потому что сейчас, когда речь заходит даже о том, чтобы вернуть распределение Мы понимаем, что он вопрос, что называется, наболел Вот как решается проблема трудоустройства? Ну, я, может быть, начну с последнего вопроса, который вы задали Вот распределение, оно и в советское время не давало достаточно большого эффекта Здесь нужна заинтересованность, прежде всего, наших промышленных компаний Они должны делать какие-то карьерные, значит, дорожную карту для наших абитуриентов Точнее, для наших выпускников И каким-то образом их смотивировать Вот когда я заканчивал, были специальные места, где была обеспеченность Либо общежитиями в качестве решения жилищных проблем Либо вот мне дали сразу квартиру, как молодому кандидату наук тогда Поэтому эти вопросы, как бы, они сели влияние промышленных компаний Исходя из этого, мы на сегодняшний день достаточно хорошо начали интегрироваться С многими компаниями И они принимают участие не только в трудоустройстве наших выпускников Но и активно участвуют в подготовке программ Обучая дни наших выпускников Особенно при составлении варитивной, так называемой, части программ подготовки И многие топовые менеджеры крупных компаний Работают уже в нашем университете В частности, вот только что был звонок из Набережных Челнов То три топовых менеджера Это руководитель научно-технического центра КАМАЗа Главный конструктор КАМАЗа Главный технолог КАМАЗа Заведуют у нас кафедрами И они уже могут влиять на старших курсах На выбор специальностей, на трудоустройство И самое главное, на программы подготовки специалистов На нашей базе создаются так называемые корпоративные университеты Многих компаний, в частности Сбербанк Мы с Герман Оскарычем создали корпоративный университет Сбербанка Несколько лет назад Когда на третьем курсе Сбербанк выбирает для себя будущих сотрудников И дополнительно их обучает Он нанимает преподавателей, сам оплачивает И так поступают многие компании Если говорить об IT-компаниях То мы с нынешним министром, господином Никифоровым Три года назад создали высшую школу информационных систем и технологий Где примерно ежегодно компания делает заказ на 200-250 студентов Они оплачивают весь процесс обучения Со второго года они их берут к себе на работу после обучения И они уже в жизни зарабатывают, работая в IT-компаниях То есть они кровно заинтересованы И таким образом работают многие крупные компании На площадке университета создаются совместные лаборатории Этому, конечно, способствовало и так называемое 218-е Постановление правительства Российской Федерации Об интеграции ведущих университетов с крупными компаниями Мы выиграли по итогам 5 таких грантов Стоимость гранта трехлетней, правда, до 600 миллионов рублей в год То есть до 600 миллионов рублей за три года То есть вот по 200 миллионов получается в год Это очень хорошая поддержка для университетов И я думаю, это очень хорошая поддержка для компаний Компания узнает, что делает университет А университет начинает узнать, что же нужно конкретным компаниям Какая востребованность Если говорить о трудоустройстве У нас более 98% выпускников по мониторингу прошлого года Значит, были трудоустроены без проблем Давайте следующий звонок выслушаем Пожалуйста, вы в эфире Алло, добрый день Добрый день Меня зовут Галина, я из Краснодара звоню У меня такой вопрос Есть ли какие-то успешные примеры ваших выпускников Которые, допустим, прославились Или известными, или что-то такое Если говорить о наших выпускников Владимир Ильич Ленин, правда, не доучился в нашем университете Лев Николаевич Толстой Вообще все братья Льва Николаевича Толстых Обучались в нашем университете Арбузовый, Бутлеровый, Зинин из наших химиков Если говорить о сегодняшнем, может быть, то, что более видно сегодня То два федеральных министра российских федераций Это министр сельского хозяйства и министр связи, информационных технологий Генеральный директор КАМАЗа Наш выпускник вообще очень много 80% правительства Республики Татарстан Это наши выпускники Совсем недавние выпускники Дина Гарипова Которая выиграла первый конкурс Голос России Это наша выпускница Которая буквально Несколько дней назад получила диплом Журфака, кстати, нашего университета А вот скажите, какого абитуриента вы ждете в стенах вашего вуза И какого аспиранта Вот можно ли как-то представить, что называется, идеальную картину Вы знаете, мы всегда ждем талантливых людей Но в то же время людей, которые хотят посвятить свою жизнь своей стране прежде всего Поскольку, когда я делаю опрос молодых людей и задаю им вопрос А где бы вы хотели жить? То здесь достаточно большой разброс Мы должны обязательно заботиться и на третьей компоненте У нас есть образование, научные исследования Конечно же, мы должны заботиться о воспитательном сегменте И готовить человека патриотического характера И верующего в свою собственную страну И созидающего для своей страны Если говорить об аспирантах То, конечно же, хочется надеяться Чтобы за нашими выпускниками Как аспирантуры, так и бакалавриаты, и магистровыми Стояла очередь И было бы очень много желающих Чтобы обеспечить им хорошие, высокооплачиваемые места А мне вот интересно, ребята, которые приезжают из-за рубежа обучаться В Казанском федеральном университете Какие специальности и профессии они выбирают? И какая, может быть, самая востребованная Ну, вот, несколько востребованных специальностей здесь у наших абитуриентов? Вы знаете, по всем направлениям достаточно высокий конкурс Это уже говорит о том, что все наши специальности Они достаточно, ну, конкурентно способны Конечно, наиболее, если взять социогуманитарный блок То это, как по всей стране, юриспруденция Это экономический, финансовый блок Это международные отношения Если взять о естественно-научном блоке То достаточно большой конкурс у нас в Институт химии На все специальности, которые там есть Я уже говорил, их только по укрупненным более 21 На медицинские специальности На новые востребованные специальности Которые реализуются в области новых материалов в Институте физики Дело в том, что абитуриенты смотрят, где какая инфраструктура создана Где работает какая профессора И есть ли там иностранные профессора, специалисты У нас было бы, конечно, иностранных студентов Порядка полутора тысячи Можно было бы этот контингент увеличить Но нам нужно, конечно же, больше программ делать на английском языке Поскольку все знают, что потом они разъезжаются по своим странам Если это дальние зарубежья, то они будут использовать именно родной язык Либо английский язык Я желаю, равно как и Александр, процветания университету Хороших, умных, талантливых абитуриентов Абитуриентам, уважаемым, поступать И все-таки задумываться о своем будущем Я уверена, что в стенах Казанского федерального университета Действительно блестящее будущее вам обеспечено Если, конечно, трудиться и учиться, как подобает Если еще поступить Да, если еще поступить и выдержите довольно серьезный конкурс Я бы тоже сказал, что мы вас ждем Для вас будут созданы условия А от вас нужно трудолюбие и, в общем-то, желание учиться Мы делаем все, чтобы вы потом по жизни были конкурентоспособны Какую бы специальность вы не выберете Спасибо огромное нашему сегодняшнему гостю Ректор Казанского федерального университета Профессор Ильшат Равкад Чигафуров был с нами Но в студии были редактор отдела образования и науки Газета «Комсомольская правда» Александр Милкус И я, Елена Афонина Всего самого доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова